Доброе время суток! Сегодня поговорим о величайшем изобретении вечного двигателя Конкретно непосредственно вечного двигателя Но поскольку этот двигатель был изобретен и продолжает работать во Франции уже более 10 лет Вот такое колесо Альда Коста в честь создателя Оно крутится более 10 лет, не останавливается Высота, точнее диаметр этого колеса более 18 метров Вот его принцип работы показан Это действительно такая достопримечательность К нему не ездят туристы Его фактически СМИ не освещает Хотя это уникальнейшая разработка Работает, я говорю, много лет На это постройку этого колеса, этого сооружения Альда Коста потратил 50 лет жизни своей И есть слухи, что якобы 200 тысяч долларов Я не знаю Деталей там действительно очень много В этом колесе, вот здесь мы можем видеть Вот есть статья об этом колесе Вот, я ссылочку поставлю в описании Куча механизмов Возможно, может быть, для Франции То есть это затратно было Выточить это все То есть очень большое количество Все механизмы и узлы Альда Коста разработал сам Полностью вытачивал каждую деталь Подбирал и подгонял Виден, да? Здесь чертежи Полное описание, как это все работает К нему однажды приехал Вот такой человек Эрик Круза И для того, чтобы дать премию Альда Косте 10 тысяч долларов Но до сих пор никто не знает Дал ли ему премию эту или не Дал за это изобретение Это действительно шедевр Механического Вечного двигателя Который крутится, я говорю, множество лет подряд Не останавливается Здесь, если кому-то непонятно Там типа вроде как пластиковые бутылки Это они что-то служат вроде пыльнику Гофры Для того, чтобы защищать Пружины, которые там стоят От дождя Чтобы это колесо не портилось Снято об этом колесе всего лишь Несколько видеороликов Вот здесь показано, как Альда Коста непосредственно Много лет за этим следит Обслуживает его Если он там где-то какие-то перекосы Возникает Он его временно Бывает, что останавливает Отпускает И оно работает Работает оно беспрерывно Днем и ночью Независимо от того Есть мне некоторые Высказывают Вот Там ветер За счет ветра Оно движется Какой ветер? Это работает колесо Даже в безветренную погоду Нету лопастей Как у ветряной медленницы И так далее Оно просто Медленно Беспрерывно Крутится Множество лет Подряд Еще раз подчеркиваю Вот О нем фактически Никто Не упоминает Несмотря на то Что это Шедевр Изобретательства Скажем так Единственный человек Который я прочитал И написал Разумный комментарий Она поворачивается Из-за его размеров Размер Диаметр 18 метров Гравитация Силы G Множенное на Масса 1 Масса 2 Расстояние между Квадратами 2 Масса Разница В расстоянии Между центрами Земли И верхней точкой Колеса И центрами Земли И нижней точкой Колеса Позволяет ему Вращаться По коже Зубов Понятно Да То есть Это единственный Разумительный Комментарий Который я прочитал Как бы Человек Проведя Анализ Сделал вывод Почему Это колесо Движется И не останавливается То есть Беспрерывно Оно Работает То есть Как бы Понятно Вот Если кому-то Будет интересно Я поставлю Ссылочки На Видео И поставлю Ссылочки На Описание Этого Мотор Колеса То есть Не мотор Колеса А механического Колеса Оно просто Крутится Беспрерывно Само Не знаю Подключена Ли там Нагрузка Вырабатывает Ли она Какой-то То есть Есть ли там Генератор Вырабатывает Ли она Какое-то Напряжение Я этого Не знаю То есть Из этого Видеоролика Из того Что я прочитал Непонятно Скорее всего Что там Ничего не стоит Оно просто Движется Медленно Но на валу На том То есть Через передачу Можно поставить И будет Клин Ременную передачу Возможно Будет там Крутиться Быстрее То есть Чем ближе Мы приближаемся К центру То Естественно Там скорость Быстрее Вот такое Чудо Напишите Своё мнение Комментарии Что вы По этому поводу Думаете Ну Я лично Как говорится Очень счастлив Опять же Благодаря моим Подписчикам Очередное Подбросили Посмотрите Какое оно Громадное Вот это Колесо Похоже На колесо Обзора Да Чёртово колесо Так называемое Ну Вот Как-то так Всем всего Хорошего Счастья Удачи И процветания Счастья